На этой неделе в Краснодаре проходит WorldSkills Russia. Все эти дни в выставочном центре Экспоград Юг. Работают наши съемочные группы о том, что происходит сегодня. О последних новостях мы рассчитываем узнать у моего коллеги Дениса Сидорова. Денис, привет, тебе слово. Добрый день, эфир телеканала Кубань24 продолжает дневник чемпионата WorldSkills молодые профессионалы, которые проходят в эти дни в Краснодаре. Сегодня второй соревновательный день. Конкуренция обостряется, дух соперничества растет. Страсти накаляются и задания становятся все сложнее. На площадках чемпионата еще много специальностей, о которых хотелось бы рассказать подробнее. Вот, например, так востребованы сегодня медицинские специальности, которые представлены на чемпионате такими направлениями, как оптика, медицинский и социальный уход и медицинский лабораторный анализ. Качество лечения напрямую зависит от того, правильно ли на первом этапе диагностировали тот или иной, провели правильное диагностическое исследование. И в дальнейшем на основании этих результатов проводится лечение или не проводится лечение. Конечно же, перспектива будущих лаборантов заключается в том, что у них очень большой спектр лабораторий, в которых они могут работать. Профессия востребована, если именно как мастер-оптик, то эта профессия востребована, потому что очень мало именно по этой профессии даже профессионалов своего дела. И такая специальность мастер-оптик, она очень востребована. Традиционно востребованными для Краснодарского края остаются сельскохозяйственные специальности. Здесь они представлены такими направлениями, как управление и обслуживание сельскохозяйственной техникой, ветеринарное дело, геномная инженерия, виноделие, экспедирование грузов и многие другие. Вполне логично, что фаворитами в этих направлениях считаются молодые кубанские специалисты. Но до окончания соревнований официальных прогнозов, конечно, никто не дает. Главное, что сами ребята понимают и оценивают перспективность этих направлений. Сейчас работать интересно. Техника, хотя и сложная, но как раз вот это дети у нас сейчас, они же так называемые поколения Z, да? Они любят всю электронику. И как раз сейчас практически любой трактор снабжен персональным компьютером, которым можно запрограммировать эту технику. В принципе, если человек хорошо овладел навыком настройки машин, он может даже так запрограммировать, что трактор будет сам двигаться по полю. Напомню, на площадках чемпионата WorldSkills проходят профориентационные экспедиции для школьников, которые еще не определились с будущей профессией. Живой интерес вызывает администрирование гостиниц, сервис и туризм, ресторанный сервис. Ребята понимают, что для Краснодарского края эти направления никогда не потеряют своей актуальности. Рабочие места и хорошие зарплаты здесь гарантированы. Работа площадок чемпионата WorldSkills продолжается, и мы не устаем рассказывать о происходящем здесь. Напомню, что итоги чемпионата и официальная церемония закрытия пройдет уже в эту пятницу. Следите за эфиром и будете в курсе всех самых важных событий чемпионата.